Полтора года лишения свободы условно за драку с полицейским. 41-летнего жителя Владимира признали виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. В суде было доказано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейные разборки и неадекватно себя вел. Родственники вызвали полицию, однако появление полицейских не усмирило пьяного дебошира. В ответ на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок, разгоряченный мужчина продолжил непристойно выражаться и нанес одному из полицейских несколько ударов ногой. За совершение преступлений в отношении представителя власти Фрунзенский районный суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно. Бывший исполнительный директор Владимирского моторотракторного завода заплатил штраф 150 тысяч рублей за нарушение трудовых прав сотрудников предприятия. Такое решение принял Мировой суд Октябрьского района Владимира по ходатайству Следственного комитета. В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода 382 сотрудника полгода не получали зарплату. В итоге предприятие задолжало рабочим больше 22 миллионов рублей. При этом правоохранители установили, что у исполнительного директора была возможность своевременно рассчитываться с персоналом. Но в целях личной заинтересованности и надежды на продвижение по карьерной лестнице он рассчитывался с контрагентами и тратил прибыль на хозяйственные нужды. И только вмешательство надзорных и контрольных органов позволило восстановить права сотрудников завода и выплатить им зарплату в полном объеме. Дождались голубого топлива. В деревню Селина Меленковского района начал поступать природный газ. Всего в населенном пункте будет газифицировано 147 домовладений. Внутридомовое газовое оборудование уже смонтировано в 100 домах. Подключением их газовым сетям сейчас занимаются три бригады компании «Газпром» газораспределения «Владимир». Появление голубого топлива в домах жителей Селина стало возможным после строительства распределительного газопровода протяженностью почти 6 километров. На его возведение в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» потратили почти 5 миллионов рублей. Рисковали жизнью ради спасения людей. Двое сотрудников следственного изолятора номер 3 из Кольчугино награждены Министерством внутренних дел медалями за смелость во имя спасения. Алексей Гусев и Артем Суворкин стали случайными свидетелями пожара в жилом доме в поселке Барвиха. Из горящего помещения не могла выбраться женщина. Молодые люди разбили окно и вытащили ее на улицу, а потом практически потушили пожар своими силами. Примечательно, что о своем поступке Алексей и Артем никому не рассказали. Героев нашли сами жители поселка и попросили о их награждении. Владимирские улицы в новогоднем убранстве на Соборной площади начали устанавливать главную городскую елку. Новогоднюю красавицу по традиции украсят яркими шарами и гирляндами, а рядом с ней появится большая светящаяся цифра 2019. Новое украшение уже появилось на театральной площади. Вместе с танцующими елями и арт-композицией «Сердца четырех» создавать праздничное настроение горожанам будет яркая театральная маска. Совсем скоро новогодние елки и световые фигуры украсят все городские площади и скверы. В мэрии обещают, что весь Владимир засияет новогодними красками уже к первому декабря.